Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня у нас очередной разбор по вашим просьбам. Разбираем, значит, мы платьюшко, туника, платье. Модель очень похожа на то наше платье, которое мы вязали в прошлом году. Немного другое, но, по сути, принцип тот же. Упрощенный вариант, не такое сложное, попроще, чем то, которое мы вязали. Вот, связано платочной вязкой. Плохо, плохая фотография, очень плохо мутно видно и всего одна, но принцип виден. Вот, связано платочной вязкой. Значит, что у нас здесь? У нас здесь длина, понятное дело, всего изделия, от плеча до низу. И очень спущенный рукав. Модель эффектная, но неудобная, потому что руки вы не поднимете в этом платьюшке. Вот, но смотрится оно, конечно, под сапоги очень даже шикарно. Значит, сама модель вяжется снизу до вверху. Меряем вот, единственное, что у нас длина изделия и ширина внизу по резинке. Вот. Далее оно идет трапеции, расширяется вверх. Вот здесь вот, то есть вы набираете резинку, вот ту, которую вы хотите. Ну, исходя из модели, резинка там достаточно свободна. Она свободно падает, то есть ноги не обтягивает. Вот, и набираете, здесь вяжете чулочной гладью, то ли платочной гладью, так как узор, который вы выбрали. И здесь по бокам добавляете где-то один раз в каждом шестом, в шестом, либо в восьмом ряду. Это зависит от того, насколько вы хотите расширить. Вот этот момент, вот, расширение у вас должно находиться на локте. Вот, рассчитывайте так, чтобы у вас хватило вот этого полотна, чтобы оно у вас пришлось, вот эта мышь на локоть. Да? Вот, то есть где-то в шестом, восьмом ряду. Это легко посчитать по плотности вязания и по высоте. Вот оно по высоте, у вас здесь локоть, да, не поднятой руки. Вот почему оно неудобно, потому что в этом платье вы не поднимите руки. Вот. И вот здесь по ширине на локте, ну, где-то маленько растопыренные локти. Вот, далее, что мы вяжем вот здесь вот где-то 15 сантиметров ровно. Вот, и далее мы убавляем. Здесь убавление мы ведем прямо до плеча. Вот здесь вот у нас находится плечо. То есть, это скос наш, он достаточно крутой такой. И здесь по две петли во втором ряду. Тут то же самое здесь, одновременно. То есть, мы вяжем либо укороченными рядами, либо сокращаем. Что касается выреза, вырез очень глубокая лодочка, вот прям вплоть до плеча. Вот такая глубокая-глубокая лодочка, чтобы потом мы смогли еще довязать резинку. Вернее, вот здесь вот не до плеча, а здесь вот конец плеча должен быть в этой точке. То есть, очень большой вырез. Это вы тоже уже измеряете по ходу. Спинка точно такая же. Единственное, что этот вырез чуть выше поднять. И все. По сути, две одинаковые детали связаны очень просто. Ровно добавили, ровно убавили, вывязали горловину. Все, девчонки. Я не знаю, как вы смотрите на эту модель. Я же говорю, что она простая, но эффектная, но неудобная. То есть, два но на одну красоту. Если все-таки эти но не имеют значения, и вам хочется подробнее эту модель, то пишите в комментариях, разберем, свяжем, свяжем. Все, а на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.